Вот еще очень хорошее письмо, отзыв вернее, от Оксаны. Дорогой Петрович, никогда не перестану восхищаться вами, вашими трудами, рассказами, примерами, пением, стихами, возмущением, сдержанностью над темнотой. Просыпаюсь и ищу новый стрим. У нас часовые пояса разные, я из Сибири. Познакомилась с вами 28 лет назад и сразу доверилась, поверила. Вот вы знаете, не надо доверяться и верить, а надо, надо, вот за счет того, что у вас какой-то багаж знаний имеется. И на основании вот этого багажа знаний вы начинаете понимать, чувствовать, а тем более, если еще пробуете, что эта информация достоверна, а эта информация пустышка. Тогда мне было 22 года, когда поставили диагноз астматический бронхит. То есть, видите, вот в 22 года надо что-то там такое вот сделать, чтобы заработать этот астматический бронхит. Ну, естественно, человека отправляют к докторам, и вот что она пишет. Не помогало ничего. Затем дали гормоны, какие-то таблетки. Вот смотрите, идет эксперимент. Вот знаете, дают-дают что-то, а это что-то не помогает. Естественно, то, что давали, это все откладывается в организме. Оно уже своим балластом уменьшает жизненную силу организма. Далее начинают давать гормоны. Гормоны-то вообще, гормоны у нас наши, естественно, регулируют все функции организма. Они вот все настроено, знаете, на такую здоровую гармоничную волну, чтобы было в организме. В организме мужчины, в организме женщины. А когда из них что-то начинают давать, не понимая, для чего, для чего вот гормоны давать при астматическом бронхите. Вот не понимая причины, что мы просто-напросто, знаете, вот как бы сказать, закроем это так, астматический этот бронхит, и все. Ну вот, продолжим. От которых у меня были галлюцинации. Бронхит не прошел, галлюцинации появились. Я спала сидя, лечь не могла, лежа задыхалась. Проблемы со сном. Ну, со сном это от астматического бронхита. Еще маленький ребенок на руках чуть не выкатился, поймала. То есть, смотрите, к болезням на физическом уровне добавилась бы огромная проблема по судьбе. Ребенок бы упал, что-то с ним случилось. Высыпала таблетки в унитаз. Маме спасибо. Сказала, хватит издеваться над собой. Вот это все лечение в данном случае, я не хочу сказать, знаете, вот в целом, что это издевательство над человеком. Рассматривать надо каждый конкретный случай. И вот в большинстве случаев, вот как раз, мамины слова и подходят. Хватит издеваться над собой. Иди и писай среднюю порцию и пей. Я согласилась. Мне хоть что, лишь бы вылечиться. А вот тут важно понять, откуда ноги растут у этого бронхита, астматического. Откуда? Астматический бронхит, это, как правило, смотрите, скорее всего, какие-то проблемы с печенью. Плохо работает, накапливается слизь, то есть проблемы с пищеварением, проблемы с печенью. И вот это все позволяет накапливать слизь. И слизь начинает выделяться через легкие и пошло-поехало. И выпила. Но никто не верит, что с первого раза помогла урина, кроме родных. А вот если она как раз, знаете, вот есть средство, которое попадает вот в точку. Если она как раз попала вот туда, куда надо, а именно, хотя бы немножечко повлияла на печень, привела ее в порядок, вот эти все слизистые процессы прекратились и нету астмы. То есть мы думаем, вот тут нас душит. А это душилово начинается о глубоку, о глубине, о глубине. Я знаю, что и вы верите, потому что, знаете, каждый раз я ждала пазыл, чтобы пить ее родную, даже пила большей жидкости. Как раз для того, чтобы очистить пищеварительный тракт, нормализовать его работу, нормализовать ту же печенку, чтобы именно там не образовывалась слизи. И излечилась. А я вам уже рассказываю, как это работает в данном случае. Вот врачи их и диву дались. Одна и говорить не стала. Другие умнее оказались. Научили еще нос промывать. Но я уже и без нее научилась. И от гайморита избавилась. То есть тут целая проблема. Человек запустил себя. Скорее всего, ел безобразно. Накопил слизи, что тут и гайморит, и все, все, все. То есть процессы запуска... Как бы сказать, запустил организм в плохом смысле. Начинается с того, что безалаберное питание приводит к тому, что ослизняет весь организм. Слизь начинает выделяться через легкие, через бронхи, через носоглотку. И вот там начинаются уже проблемы вторичные. Но первичные здесь. И казалось бы, мы же не воздействуем на легкие, вот урины. Мы воздействуем на желудочно-кишечный тракт, с которого все начинается. И здесь нормализуется. И следствия, которые проявляются у нас в легких, они уже не проявляются. Вот и все. Капало три года нафтезином. Ну и что нафтезином? Я тоже капал нафтезином, простите, написала много. Знаю, что некогда читать вам. Почему? Я все ваши пока еще отзывы читаю. Не так-то много их, поэтому я просматриваю, читаю. И вот такие вот интересные отбираю для того, чтобы на этом практическом примере показать вам, как это работает. А не просто выпил там мочи и думаешь, все, здорово. Вот здесь она помогла, а там она может и не помочь, смотря что у вас. Это тоже надо понимать. Так, я бы много вещей рассказал. Расскажите, Оксана, расскажите, что, как и чем. Вот на таких примерах как раз и я их растолку, анализирую и понимаю, как эти механизмы работают. Так, дай Господи в следующий раз. Ну, попросим Господа, Господи. Ну, дай Оксане, чтобы в следующий раз она написала нам, что там было, как ты спасся. Люблю вас очень, благодарю. Раньше даже ссорилась из-за вас. Но мне эти люди не нужны. Зачем они? Пусть себе пьют таблетки. С уважением, Оксана Ярослав. Доброго вам здоровья, Оксана. Напишите, расскажите. Очень хорошие примеры. Видите, можно. Вот, 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 вот. Вот, знаете, вот дальше немножечко так порассуждаем. Можно. Вот 22 года. Жизнь только началась. Ребеночек маленький. Я не знаю, там семья, там муж и так далее. Там все такое. Здоровья нету. Ребенка бы уронила. Да кому нужна больная мама, в конце концов? Кому она нужна? Мужу? Нет, ему нужны здоровые. Себе? Себе тоже человек нужен здоровый, который за собой может ухаживать, может обслуживать, может зарабатывать. Может, в конце концов, полноценный член семьи. Неполноценный. Все. Уже муж пойдет на сторону. А ребенок там, самотеком, как там получится. И жизнь, вот, в 22 года. Никому ты не нужна. Никому. Думаешь, там тебе помогут? Да только тебя на денежки развели, и еще хуже стало. Поэтому включайте свой собственный ум. В библиотеке есть. Знаете, я, это я еще учился. Я еще учился, постигал все эти вещи, и я вот изложил, как бы сказать, вот как это там работает, как действует целительность силы в организме. В основах здоровья, я уже написал, это уже мой труд, как я понимаю, здоровый образ жизни. Это уже целостная система по ведению здорового образа жизни. Сейчас бы я, конечно, написал еще более лучше, но... Мани, мани, мани. Хорошая мани, мани. И труд мы сделаем. Вот. Так вот, в основах здоровья, там мой труд, мой взгляд на проблему здорового образа жизни. Что, что и как. Совершенно иной подход. Для того, чтобы, не используя никаких лекарств, еще там чего-то, жить здоровой жизни полноценной. Они нам не нужны. Если вы понимаете, что организм самовосстанавливающаяся система, которой просто не надо мешать, и она все сделает сама. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.